Семен, я слышал, вы были за границей. Да, неоднократно. Я один раз пытался просто туда... Пробраться в Тунис? Вот я про это хочу у тебя спросить. Сейчас был звонок в студию. Говорят, доктор хотел прорваться в Тунис. Человек звонил, работник аэропорта Шереметьево. До сих пор меня там ждал? Да, был такой Роганов. Я, говорит, глотку сорвал, крича в матюгальник. Роганов, пройдите в зеленый кабинет. Зеленый коридор. Расскажу вам историю. В общем, я поехал со своими коллегами, докторами, в Тунис полетел. Уже были билеты на руках. Но, к сожалению, перед этим немножечко перебрал со спиртным. В то время я еще выпивал немножечко. Ну, как немножечко. Вы боитесь перелетов? Довольно прилично. Нет, как раз я летал, никогда не боялся. Я просто не дошел до аэропорта. Они ушли... Нет, я дошел, вошел в аэропорт, в общем-то. Так вы регистрацию прошли хоть. Нет, слушай, дальше. Да не перебивай ты, что хоть дай, расскажу. Вкусно. И понятно, чтобы все было приятно. Давай. В общем, уехали без меня мои коллеги в Москву. Ну, мне так захотелось в Тунис, что я взял такси, довольно в нетрезвом виде, и туда, доехал до Москвы. Выхожу оттуда, еле-еле качаясь в такси, захожу туда, в этот аэропорт, в эту зону, там, как он называется-то хоть, дьюти-фри, там уже все такое. Покупаю себе, общаюсь с иностранцами, потому что язык я знаю, ну, в совершенстве практически. Ну, не в совершенстве, но довольно хорошо. Общаюсь с иностранцами, они сидят мне шарахать сюда-сюда. Ну, я, в общем, время летело так, что я, когда уже очнулся за столом, подхожу к буфетчису и говорю, а где там мой самолет вниз, она говорит, а он же улетел. Я говорю, как так, да вот так. Я такой, ну, ладно, в общем, говорю, дайте мне еще, пожалуйста, бутылочку водочки, она мне дает бутылочку водочки, или там, ну, в общем, дала нормально. Сел за стол, опять тук-тук, там, уже один, понимаете, выпиваю, закусываю или не закусываю, просто. Потом в какой-то момент наступает, уже тоже проходит какой-то период времени, ко мне, меня так вот хлопает по плечу, удостоверение мне в лицо, ФСБ, здрасте, они говорят, что вы здесь делаете, я говорю, ну, отдыхаю, что, с двух самолетов в Тунис, хотя он улетел уже на самом деле. Говорит, мы уже за вами тут наблюдаем, не первые часы на видеокамеру, а вы тут один сидите уже, и мы не знаем, что с вами делать, он говорит, давайте как-нибудь, вообще откуда, я говорю, из Орла, ну, давайте, там-то там находится, я подхожу к этому, к хассирше, который там сидит, говорю, как мне пролететь, компания там, как мне в Тунис, ну, давайте там еще 40 тысяч, нет, не 40 тысяч, 40 тысяч всего стоило все это, 1015, кажется, она говорит, и мы вас, я говорю, догоняем этот самолет и туда, в общем, я говорю, у меня нету денег, в итоге я обратно поехал в Орел, потому что деньги кончились уже на тот момент, я в Дьюти-Фрей посидел, у нас Дьюти-Фрей очень дорогое, я сидел там, ну, в общем, практически сутки, сутки с лишним, в мне сказали, что они меня вызывали, задержали на полчаса рейс, выключали во все микрофоны, обошли все туалеты, все закоулки, все углы, все столы, не нашли меня, я как будто испарился, ну, я, может быть, где-нибудь был в Нирване какой-нибудь, заряжался экстрасенсорной энергией, ну, вообще так получилось, что в Тунисе так не попал. Под экскаватором он спал, я знаю, там сказали, да кто хоть тебе сказал-то, хорош тебе, поэзбэшники, как же такие, друзья, так что еще раз говорю, на собственном примере, на собственном примере могу сказать, что пить это плохо, ну, все, до свидания, в Тунисе мы обязательно с вами увидимся, счастливо.